В Свердловской области стартовал очередной этап бюджетного процесса 2015 года и планового периода. На первое заседание Согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов собрались депутаты Законодательного собрания региона и финансисты. Они обозначили основные приоритеты формирования бюджета. Отметим, практика согласительных процедур традиционна для нашего региона и демонстрирует открытость и прозрачность бюджетного процесса. В текущем году продолжается замедление, начавшееся в экономике в прошлом году. Причем объективно экономическая ситуация, насколько мы видим, она ухудшается, к сожалению. Если посмотреть официальную статистику, в январе-июне 2014 года объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций в действующих ценах составил 689,5 миллиардов рублей. Это 97,8% к уровню января-июня прошлого года. Индекс промышленного производства к уровню аналогичного периода 2013 года составил 95,5%. Любые изменения в бюджете области взаимосвязаны с политической и экономической ситуацией в стране и мире. Однако основной источник поступления средств местный. Бюджет, как мы знаем, это живой индикатор состояния экономики и любые колебания непосредственно влияют на объем поступления доходов. В результате снижения темпов роста экономики Свердловской области в 2014 году сложилась напряженная ситуация с исполнением доходной части бюджета. Как областного, так, к сожалению, и местных. Среди тем, которые будут рассматриваться на согласительных комиссиях с представителями муниципалитетов в течение двух ближайших недель, вопросы, связанные со строительством социальных объектов, проведение капремонтов как объектов соцсферы, так и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реконструкция и капитальный ремонт на гидротехнических сооружениях. Проблема кроется зачастую не в недостатке бюджетных средств, а в рациональном их использовании. Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, подходы к формированию бюджетов у территорий различаются. Я вам приведу пример даже. Западный управленческий округ. Много территорий, но есть территории, в которых администрация и депутатский корпус настолько рационально и аккуратно выстроили свои бюджеты, в том числе и по 2014 году, что они говорят, мы живем сейчас спокойно. У нас на все наши полномочия средств хватает. Более того, у нас появляются средства, которые мы можем вкладывать еще и в развитие территорий. А есть территории, в которых просто плачь и расслабны. И ни на что не хватает, умираем, спасайте ради Христа. Вот это говорит о том, что разные подходы к формированию идеологии на территории своих муниципальных образований. В этом году на формирование межбюджетных отношений подействует целый ряд составляющих. Артемовскому муниципалитету придется действовать, исходя из того, что оценка расходных полномочий муниципальных образований на 2015 год определена, исходя из необходимости достижения планов мероприятий, дорожных карт для выполнения указов президента Российской Федерации. При этом впервые предусмотрен коэффициент оптимизации. Кроме того, проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением с 1 июля 2015 года. В области дорожной деятельности расходная полномочия муниципалитетов оценено, исходя из протяженности дорог, по данным статистики. Эта же величина использована при определении норматива в отчислении в местные бюджеты от топливных акцизов. Для определения расходов на организацию уличного освещения, в том числе сельских населенных пунктов, в основу расчета приняты сведения об общей протяженности освещенных частей улиц проездов набережных по состоянию на 1 января 2014 года, подтвержденные выписками из реестра в муниципальной собственности. Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов для создания фонда капремонта определена, исходя из минимального размера взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Для исполнения поручения губернатора по результатам заявок муниципалитетов увеличена оценка расходных полномочий в образовании и культуре на устранение имеющихся предписаний надзорных органов и организацию мероприятий по выполнению вновь вводимых требований государственных стандартов безопасности на 434 млн. рублей. Продолжение следует...